Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Александрова. И сегодня я побывала в садовом центре и прикупила вот такое себе сокровище. Ну, конечно, могу сказать, что это очень мало. В этом году я семян купила. Обычно это все бывает в 5 раз больше. Но почему семян с каждым годом становится меньше, закупа приходится делать? Ну, потому что сад разрастается, и основная группа растений, которые у меня посажены в саду, это многолетники, в частности розы. И просто нет никакой необходимости больше сажать летников. Вот сейчас посмотрим, что я купила. Обычно, конечно, люди себе пишут, заходишь в садовый центр, видишь, что это женщины со списками такими, и покупают нужные им семена. Ну, это правильно. Ну, я себе списки не пишу, я точно знаю, что я хочу купить. И вот у меня уже прошло то время, когда я заходила в магазин, и мне нужно было буквально все. Глаза разбегались, такие красивые пакетики. И хочешь не хочешь их покупаешь, и даже иногда не знаешь, что это за цветочки покупала я. И потом было всегда непонятно, куда же это, в общем-то, и посадить. Ну, вот начнем, значит, от крыльев. Первое, значит, по списку, которые у меня идут, это петунии. Петунии я всегда посажаю очень много. Ну, сейчас тут купила только белые, потому что просто с рассвета нету очень такая скудная гамма рассветок. Ну, я люблю белые. И сама люблю белые, и у меня свадьбы, невесты, и как-то вот белые, вот это мне, скажем, ближе по теме. Сажу еще лиловую, тоже очень нравится. Предпочтений каких-то конкретных производителей у меня нет. Я, в принципе, довольна всеми производителями семян. И импортные покупаю, и наши, отечественные. Хорошо все сходят, главное, чтобы они были свежие. Значит, петунии я беру кафканные. И беру петунии вот такие кустовые. Очень хорошо, обильно цветут. Вот, в частности, вот это гофрированный, с крупным цветком, 15 сантиметров. Да, хорошо себя показали. И вот, ну, немного, правда, почему-то нету рассветок. Еще нужно попозже будет, наверное, сходить. Или наоборот, я уже опоздала. И покупаю, как правило, все равно таких теплых тонов белые и розовые, предпочитаю. Не люблю красные, не люблю синие петунии. Так, ну вот еще я купила гипсофилу. Тут я купила красную гипсофилу, потому что планирую ее посеять к розам. У меня задумана на одном участке большая робатка. Розари такой, из одного сорта роз, селекции корвиса. Они красные такие, махровые. И вот во второй половине лета, когда немножечко розы окрепнут и разрастутся, конечно же, за первый год они не наберут такой объем. И вот поэтому я купила к ним вот такую легкую воздушную гипсофилу, чтобы придать просто клумбе объем и немножечко красоты ей добавить. Вот. И, значит, очень много, конечно, сажаю я вьющихся всяких растений. Основной у меня многолетник, это виноград девичий. Значит, лимонник. Помимо красной гипсофилы, у меня еще есть свои семена белой гипсофилы. И вот от того, как будет складываться у меня там по месту, уже буду летом смотреть клумба, как будет цвести. Буду планировать, какой цвет использовать в каждом конкретном месте. Красный можно, конечно же, не красным розом посадить, а, например, к белым петуниям. А вот, например, белую гипсофилу посеять красным розом. И как обычно оформляют букеты. Но это все на ваш вкус, на ваше восприятие цветовое, как вам нравится. Про ипамию я говорила. Так, значит, следующий. Еще вот я купила бархатцы килиманджаловы, вот такие светленькие. Это F1. Поэтому семена с них собрать не получится. Звучит пакетика на пробу. Я еще не сажала такие светлые. В основном оранжевые и желтые использовала. Ну, семян не очень много. Попробуем, посмотрим, что это за бархатцы такие. Хотя, конечно, они уже давно такие. Но как-то мне не получалось. Не было необходимости брать вот такие светлые. Как правило, использовала всегда яркий, желтый или оранжевый цвет. Также купила в этом году подсолнухи. Я периодически возвращаюсь к этой культуре. Там, получается, иногда год или два не сажаешь их. Потом опять покупаешь. Очень нравится мне вот медвежонок вот такой желтый, махровый. И вот такие вот красные в этом году взяла и смесь взяла. Планирую их посадить в одно место, которое еще у меня в работе. Там еще не закончены строительные работы. Ну, чтобы это все немножко прикрыть и чтобы земля не была голой. А я не люблю голую землю оставлять. Вот по оси семена подсолнечника. И будет он к осени очень даже красиво разрастется место и будет радовать глаз. И меньше придется бегать туда стяпкой, полоть сорняки. Так, вот лабелия. Лабелий я всегда тоже сажаю очень много. Вот люблю вот такое сочетание. Голубой лабелий и серебристой цинерарии. Очень часто предлагаю такие клумбы на своих участках. И то на одном, то на другом участке вот такую клумбу делаю. И еще сюда иногда добавляю биолу под цвет. Или голубенькую, или беленькую. Ну и вообще я хочу сказать, конечно, как же без лабелий, так же, как и без петунии сад. Это, в общем-то, самые ходовые растения, самые неприхотливые и обильно цветущие. Потому как, если вы вовремя посадите их, они разрастутся вовремя на рассаду и будут свистеть практически до заморозков. Радовать, очень хорошо разрастаются. И хоть и семена очень мелкие, и за ними потребуется засеянцами. Очень тоненький, слабенький, особенный уход. Но это стоит того. Так, брахикома. Брахикому я беру, чтобы дополнить немножечко цветники объемом. Ну, как правило, это горшечные растения. Для горшечных культур я беру ее. Сею ее вместе, добавляю в горшок вместе с петунией или с лабелией. Вот для объема, для цвета, вот такую же использую. Так, и астры. Астры, такие низкорослые я взяла. И очень мне нравятся игольчатые астры. Вот такие розовые и сирене. Классические сочетания расцветов. Ну и, конечно, белые. Как же без них? Вот, взяла их по две упаковки, по сто штук они. Схожесть у них бывает разная. Бывает, зайдут все лесом, а бывает, что штучно. Поэтому, ну вот как бы, чтоб наверняка. Очень люблю астры. Астры считаю его своим цветком. У меня день рождения в сентябре. И вот это как раз цветок сентября. Если они правильно посажены, выбрано для них место, и вы позаботились, чтобы их не лопал паутин и клещ, то они вырастают очень красивыми. А если посажены массивом, одним большим, ну это, конечно, неописуемое зрелище. Очень люблю вот эти цветы. Ну и вот немножечко совсем овощных культур. В принципе, у меня все есть. Огурец. И помидорки взяла. Маленькие вот такие горшечные. Что могу сказать по свой сад-огород? Он практически у меня, каждый год вытеснялся-вытеснялся, оставался совершенно малюсенькое для него место. И в этом году я вообще решила от огорода отказаться. А в том году я сделала такой эксперимент. В своем зимнем саду в горшках посеяла сразу же в грунт семена огурцов и посадила также в горшки рассаду помидор. И, в принципе, неплохие совсем были, значит, урожай. И огурцов и помидор мы собрали своих балконных. Ну, может быть, конечно, проигрывает вкусовым качеством. Но если вы не хотите в своем саду больше сажать овощей, это вариант. Удобно вечером полить их, следить, чтобы их не повреждали болезни и вредители. И вполне себе они растут на балконе. И огурцы, и помидоры. Вот, значит, с облудцами понятно. А помидорки взяла вот такие вот серии 4 лета. Чудо на дому красную шапочку. Посмотрю. И Бэби. Посмотрю, что за помидорки. Одни совсем маленькие массы, 15-20 грамм. А другие 50-60. И вот Балкон Ред. Тоже из этой же серии. Ну, вот, пожалуй, все на сегодня, что я хотела показать вам. Возможно, конечно, еще я буду заходить в цветочный магазин и что-то покупать. Особенно я, конечно, еще акцент сделаю на петунии, потому что купила вот только белого цвета. Всего остального мне достаточно. Больше мне не нужно никаких семян. И у меня еще есть своих семян много. Еще нужно все это куда-то посадить, потому что не хотелось бы собирать. А потом просто не знать, куда это воткнуть. И оставлять из года в год. Они просто приходят в негодность. Ну, и совсем скоро мы уже начнем высаживать семена на рассаду. Приглашаю присоединиться. До свидания. До новых встреч.